Ответы от продюсера денег нет. Поэтому я посчитала, вообще, когда в задумке был этот кинофестиваль, я посчитала нужным дарить призы, которые будут сильно полезны кинематографистам. Если рассказывать о призах, то достаточно внушительные призы получают наши кинофестивалисты, которые выигрывают первые, вторые, третьи места, и даже утешительные призы. Я даже перечислила. В нашем кинофестивале есть такой приз, как «3 съемочек дня бесплатной аренды на 22 тысячах квадратных метрах в комплексе «Ангар-Автор». В этом комплексе стоят машины, которые, ну, они сейчас сняты из производства, буквально, кстати говоря, там есть такие модели, которые сняты из производства буквально две недели назад. Есть раритетные машины, есть такие же мотоциклы, и всем этим можно пользоваться в течение суток. Вот три дня они выиграли, значит, три дня они могут пользоваться, помимо того, что самим помещением, еще и этими машинами, придачу, и этими мотоциклами. — Прости, я тебя перебью. Кстати, вот этот же наш партнер, замечательный приз подарил аутсайдеру, если помочь на прошлом фестивале, человеку, режиссеру, который ни одного рубля от зрителя не получил. — Один рубль! — У нас был подарил такой утешительный приз «Одна смена съемок». То есть у нас даже аутсайдеры имеют возможность уйти несколькими руками. — Да, это был как раз приз зрительских симпатий. У нас кинорежиссер Андрей Комаров придумал этот приз. Мы выставили банки, реальные пятилитровые банки, на которых нарисовали название каждого фильма, и в перерыве, после просмотра фильмов, каждый зритель мог проголосовать рублем. И та картина, которая собрала больше всего монет, скажем так, тот и собрал банк. И в этот раз у нас победила картина «Лодыжка» Александра Куртенкова. Собрали они где-то около 10 тысяч рублей. И от «Ангар авто» они взяли два съемочных дня на 22 квадратных метров. Также два дня дарит магазин «Мисс Локом». Это наш генеральный партнер. Магазин «Одерзный Мисс Локом». У нее шикарное пространство на проспекте мира, двухэтажное, 1600 квадратных метров. Двухэтажный магазин. Причем магазин занимает совсем небольшое пространство. Она сдает не только магазин на два дня, она сдает все пространство на 1600 метров. Туда включена профессиональная фотостудия, ресепшн, офисное помещение. Причем нужно заметить, что в каждый уголок, куда вы не зайдете в этом магазине «Мисс Локом», это новое обособленное пространство. В одной комнате можно снимать просто обычный офис. Заходите в любой офис и видите, вот столы серые, серые такие стены. Ну, это такой обычный, ничем не выделяющийся офис. Заходите в следующую комнату, там профессиональная фотостудия со светом, с подиумом и так далее. Это шикарное помещение. Следующее помещение – золотое, белозолотое какое-то помещение. Это комната генерального директора, и она тоже отдает свой кабинет под съемки. Коридор. Там можно снимать какой-то мистический триллер, просто как обособленное пространство. Два пошивочных цепа. На первом этаже у нее первый муж художник, у нее сохранились полотна от первого мужа, нарисованные маслом, и она тоже это все отдает пространство с этими полотнами, включая эти полотна, под съемки. То есть там другу, 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 и мужу в легкую можно снять. И вот это огромное пространство, очень сильно разноплановое, где можно разгуляться и снять совершенно любого жанра фильм, она отдает на два съемочных бесплатных дня аренды для победителей. Кстати говоря, картина «Кого убивать?» забрала именно этот приз от магазина «Мисс Локом». Также мы дарим 7 съемочных бесплатных дней от профессионального художника по гриму Екатерины Сазоновой. Также мы дарим бесплатную запись музыки на ступе 6-й склад. От компании «Онбит» у нас есть два сертификата на скидку в 50% на озвучание и монтаж. Также от компании «Синепрома» скидки 15% на продвижение фильма и субтитры. Есть шикарный, совершенно приз, который получил у нас очень такая загадочная, ну не для всех, скажем так, «Гротеск», комедийный «Гротеск» была у нас картина «Сыграть в ящик». Она получила у нас приз в описание саундтрека к будущему фильму от композитора совершенно бесплатно. То есть композитор пишет бесплатную музыку для будущего фильма победителя. То есть вы понимаете, что получив вот эти призы, можно совершенно спокойно, практически не имея никакого бюджета, написав правильный сценарий под эти локации, снять новую короткометражку. Да, мы дарим и деньги, и локацию, и озвучание, и продвижение, и субтитры. Технику, собственно. И технику, да. Главный камень предкновения. У нас есть партнер, который дарит сертификат на 50 тысяч рублей на аренду кинотехники для кинофестиваля «Победителя». Это компания «Кинозавод». На этом кинофестивале и предыдущие два кинофестиваля нам помогал собирать музыкальный наш директор Дмитрий, который присутствует здесь сейчас в компании «Рэнк Мюзик Сервис». Мы, конечно, без них совсем никуда. Это люди, которые нам помогают создавать атмосферу в нашем кинофестивале. Мы неспроста сегодня с вами собрались в Натахтаре. Спасибо большое Натахтаре за то, что мы сегодня присутствуем здесь. Каждый наш кинофестиваль проходит под еду, хорошее вино, под приятную музыку и живую музыку. Помимо того, что у нас какой-то велкам, электронный может быть, в музыкальной паузе у нас обязательно звучит живая музыка. И также на автопатии вас тоже будет встречать концерт. Чуть позже поговорим о музыкальной составляющей нашего. А почему чуть позже? Прямо сейчас. У нас были следующие исполнители. Группа «Шу» — это детище «Мия Кушьер», «Кушьер Продакшн». Александр Кушьер нам помог с этой группой. Он нам предоставил ее на первый кинофестиваль. На первом же кинофестивале у нас была британская исполнительница «Алсей». Она нам заполнила музыкальную паузу. На втором кинофестивале была группа «Акропобия». «Акропобия» и дуэт «Кангистов» и джазистка «Булава Юлия». На третьем кинофестивале у нас была совершенно шикарная музыкальная пауза группы «Экселадос». Для тех, кто не знает, это любимая группа «Кустурицы». Они исполняют балканские и дигантские мелодии. На автопатии нас развлекала группа «Эйзи Дизи». Это единственная дебют группа в мире, которая подписала договор с группой «Эйзи Дизи» на исполнение их кайфа. Очень качественная группа, очень хорошую музыку они для нас будут подарили, соответственно настроение. То есть живая музыка, хорошее вино, хорошие закуски, соответственная атмосфера под соответственную музыку, под хорошее кино. Вот так у нас проходит кинофестиваль. Это как одно большое автопати. Проходит это одним вечером-ночью с 7 вечера до 4 часов утра. И в этот же вечер у нас проходит, мы смотрим, собираемся гости, все знакомятся, кто не знаком. Потом мы смотрим кино вместе с жюри Михаилом Симоновым, который присутствует сегодня у нас на пресс-конференции. Был у нас председателем жюри на третьем кинофестивале. Мы ему чуть позже дадим слово, он обязательно поделится своими впечатлениями. И, кстати, о жюри, да, очень важный концерт у нас, жюри составляющий. Наташенька, не прыгай, пожалуйста, расскажи сначала, как все проходит. Люди собрались, посмотрели кино, конкурсную программу, вместе с жюри. Вместе с жюри, жюри до этого не видели ни одной работы. Все это происходит онлайн. И они не встречаются, что важно, до того. Ого! То есть они впервые узнают о том, кто является также членом жюри непосредственно. Да, Михаил, вы же не знали, с кем приходите работать. Они встречаются впервые в непосредственном фестивале. То есть они не могут успеть сговориться. Даже эти теоретически допустили. И даже темы для сговора нет, потому что ни одному члену жюри мы не показываем ни одной работы. Ну, как онлайн. Заранее. Да, заранее будем показывать. И онлайн принимают решение члены жюри. Они смотрят программу вместе со зрителями приглашенными. Затем они уходят на совещание. Где-то на полчаса, минут на сорок. Как раз в это время у нас идет музыкальная живая пауза для наших гостей. Продолжается алкогольный и вкуснейший welcome для наших гостей. Музыкальная пауза живых исполнителей. А жюри у нас в это время совещается. И думает, кому же определить эти шикарные призы, которые дает наш кинофестиваль и наши партнеры. А зрители в это время имеют возможность проголосовать рублем в фойер. Да. То, о чем говорил Наташа. Да, приз зрительских симпатий. После этого все собираются минут через сорок. И у нас идет сразу церемония награждения. То есть сразу мы в тот же вечер узнаем, кто у нас победил и заберет самые главные призы. Самые дорогущие призы нашего кинофестиваля. И идет церемония награждения. Помимо того, что тех призов, которые я вам озвучила, у нас есть еще такие утешительные призы. Совершенно приятные любому. Включая приз самому красивому и стильному гостю. То есть не обязательно у нас получают призы люди, которые участвуют в конкурсной программе нашего кинофестиваля. Может получить гость нашего фестиваля приз от магазина Мисло.ком. Карта на 10 тысяч. На любую одежду. Вот они приезжают к этой карте. Как это называется? Дисконт. Получают на дисконтную карту. Чтобы поехать и получить себе подарок от магазина Мисло.ком на сумму 10 тысяч рублей. В тот раз у нас все мечтали получить приз от одного из партнеров, который дарил мясо и пиво. Это наш прекрасный партнер. Это Барга Джерри. Кстати говоря, именно в Барга Джерри в этот раз у нас будет проходить автопати. Это отдельная тема. После награждения победителей мы все едем дружно на автопати. Слушать еще одну музыкальную группу. Получать удовольствие от общения. И смотреть вне конкурсную программу, которая проходит исключительно на автопати. То есть до 4 утра мы фляшем. Кто-то смотрит вне конкурсную программу. Кто-то общается между собой. Но кинофестиваль не заканчивается до 4 часов утра. Он идет прям онлайн. Такой поддерживающей атмосфере, как и начиналась официальная часть. Помимо призов от Гет Джерри, компания Центральный Телеграф, которая получила у нас главный партнерский приз. У нас здесь присутствует представитель Александр Кулагин, АО Центральный Телеграф. Они у нас получили в прошлый раз. У нас есть особенный приз для наших партнеров. Они у нас между собой тоже немножечко соревнуются. У нас есть компания BricksWall, с которой мы договорились и сделали такой приз для наших партнеров. Так как у нас все собирается по крупицам. Любое дело собирается по крупицам. И домик можно выстроить по кирпичику. С компанией BricksWall была договоренность, что они каждый фестиваль доставляют на реальный кирпич, в реальную величину, с шелкографией кинофестиваля Микрофест, на логотипы кинофестиваля Микрофест. И этот приз вручается ежедневно самому лучшему партнеру нашего фестиваля. Так вот, Центральный Телеграф на третьем кинофестивале получил главный приз от кинофестиваля Микрофест. Кирпич от компании BricksWall с шелкографией и логотипом Микрофеста. Также, чуть-чуть забегая вперед, следующий кинофестиваль состоится как раз на Центральном Телеграфе, на площадке Ди Телеграф, пятый этаж. Вот, и мы очень надеемся вас встретить там 17 марта 2018 года, 7 часов вечера сборной стены. Далее, так вот, Центральный Телеграф дарил Александр, скажите немножко о призах, который вручал Александр Смитко, генеральный директор Центрального Телеграфа. На третьем фестивале Микрофеста мы подготовили все репризов. Это уникальный фарфор с символикой исторической части. Чтобы вы понимали, это Ломоносовский фарфор. Императорский. Ну, тот самый Санкт-Петербургский фарфоровый завод. И серию зонтов, тоже символикой Центрального Телеграфа, исторических достопримечательностей Москвы. В этот раз тоже будем дарить свои подарки. А вот одних сейчас не могу точно сказать. Но есть все километки. Пусть остается секретом. Хорошо. Спасибо большое. Также компания Телеграф презентовала каждому гостю третьего кинофестиваля скидку на телеграммы в приложении ТЧК. Почему дарился фарфор, почему посуда дарилась от Центрального Телеграфа? Мы когда сидели на переговорах, мы поняли, что это очень хорошо заходит, грубо говоря, в наш кинофестиваль. Почему? Главный приз нашего кинофестиваля – это тарелка. Как вы знаете, когда мы снимаем кино, как только запускается первый кадр, после съемок первого кадра о штатив разбивается тарелка съемочной группы, где там все напишут название картины, расписываются все, пишут, кто оператор, режиссер и так далее, и эта тарелка разбивается о штатив, и все разбирают по кусочку, на счастье. Так вот, наш главный приз – это тарелка Микрофеста. Вот. Придумала, кстати говоря, исполнительный продюсер с Рафины и Бебутова. Значит, что еще у меня мысли бегают? По... Про фестиваль? А? Фестиваль? Фестиваль? Еще раз? Фестиваль? Фестиваль? Да, фестиваль ежегодно, спасибо большое, ежегодно в июне месяце, мы ездим на кинофестиваль фестивалей в Санкт-Петербург, президент кинофестиваля подарил такой приз для Микрофеста, для лучших работ Микрофеста. Мы компонуем программу лучших работ и везем туда, показываем раз в шесть, наверное, стоминутную программу в Санкт-Петербурге. Этот фестиваль, он международный, там показываются полуметражные фильмы, которые считались за последний год самыми лучшими фильмами мира, то есть собираются международные программы, между собой фильмы не конкурируют никак, и у них есть две короткометражные программы из Нью-Йорка и наша Микрофеста. Больше короткометражных программ там не показывается. Вот, поэтому работы, которые заслужили внимание на третьем кинофестивале, которые еще заслужат внимания на четвертом кинофестивале, будут показаны в июне месяце, 2018 года в Санкт-Петербурге, в кинотеатрах «Чайка» и «Родина». По поводу жюри, у нас есть концепт жюри, почему у нас был Михаил в жюри, вот сейчас раскрою вам такой секрет, что за концепция жюри. Помимо кинематографистов, которые у нас присутствуют в нашем жюри, на втором кинофестивале был у нас Александр Кот, ой, простите, Владимир, от Миша Дорженко. Если из кинематографистов говорить, на первом кинофестивале был Артем Виткин, кто у нас сильный на первом фестивале еще из артистов? Это Малков Владимир. На третьем кинофестивале у нас из актеров была Яна Поплавская, кинорежиссер Шахнодар Иван и скрипко Игорь. Помимо кинематографистов, тех людей, которые напрямую имеют отношение к кино, мы в обязательном порядке в нашем жюри сажаем людей, которые хорошо понимают, что такое короткий забег. На первом кинофестивале у нас сидел Михаил Смирнов, это член команды «Что, где, когда?». У нас в обязательном порядке сидит член жюри «Что, где, когда?» в каждом жюри, потому что они хорошо понимают, что такое за минуту быстро, четко, лаконично, конкретно ответить на вопрос, потому что от этого будет зависеть судьба команды. Она выиграет, проиграет, возьмут они хрустальные атомы, хрустальные зоны, большие призы денежные от их спонсора или нет. У них какая-то такая игра на интерес, плюс на деньги, плюс на интеллект и так далее. У них тут на первом месте стоит доказать, как говорят, свой, как вы делаете. Способность быстро принять решение. Вот, молодец, Маша, спасибо. Вот, член жюри «Что, где, когда?» У нас обязательно сидит в каждом жюри. На втором кинофестивале в членах жюри у нас сидел генеральный директор Центрального телеграфа Александр Снытко. Он очень хорошо понимает лаконичность, сжатость мысли, которую можно вложить, допустим, в телеграмму.